Многие астронавты испытывают боль в спине, адаптируясь к микрогравитации. Однако, куда больше страданий она приносит тем, кто не покидает Землю. Последние исследования показали, что болезни позвоночника помолодели. К врачам при этом обращаются лишь единицы, а другие привыкают жить с болью. Хотя есть простой, доступный и эффективный способ справиться с ней. Это уникальные аппараты Cordus и Sacrus. Их действие основано на принципах мануальной терапии и безопасно даже в хронических случаях. Давление аппарата ограничено весом человека. Когда вы ложитесь на аппарат, его анатомические вершины погружаются в глубокие мышцы на 30 мм, что снижает спазм. Аппараты Cordus и Sacrus эффективны в борьбе с межпозвонковой грыжей, протрузией, ущемлением седалищного нерва, сколиозом и другими патологиями. А их одновременное использование повышает эффективность лечения на 40%. Новая модель Cordus Vibro с режимом вибрации помогает от боли даже в запущенных случаях. Другая новинка – аппарат Sacrus Physio с микротоковой стимуляцией эффективно устраняет боль в области таза. Если за месяц аппараты не помогут, то производитель вернет вам деньги. Переходите на сайт Cordus.ru по ссылке в описании или QR-коду на экране и используйте промокод SPACEHUB0824 на скидку 10%. Заказывайте аппараты и будьте здоровы! На Марсе нашли жидкую воду! Короткая новость стала бомбой в научном сообществе и заявкой на главное открытие 21 века. Ведь Марс – самая похожая по условиям на Землю планета Солнечной системы. И жидкая вода в таких условиях всегда обозначает жизнь. Устраивайтесь поудобнее, друзья, сейчас мы расскажем об открытии «Все». Начнется история с землетрясений. Именно для их изучения на Марс в свое время отправили замечательный аппарат «Инсайт». Он не катается, как марсоход. «Инсайт» приземлился на равнину Элизии 26 ноября 2018 года, передал первое изображение и при помощи роботизированной руки аккуратно установил сейсмометр на расстоянии в полутора метрах от себя. За последовавшие четыре года за этим событием «Инсайт» зарегистрировал 1319 марсотрясений. Сильнейшая магнитудой 4,7, что даже по земным меркам солидно. Представление научного сообщества о вроде как геологически мертвом Марсе перевернулось. Он оказался не мертвым, у него оказалось не такое уже мертвое ядро, да и других научных открытий «Инсайт» совершил сотни. Но, по иронии, в историю аппарат войдет по другой причине. Он закончил работу 22 декабря 2022 года из-за пыли на солнечных панелях. Однако данные с «Инсайт» по-прежнему разбирают и изучают под разными углами. Ведь сейсмометр работает так, что меряет не только землетрясения. Когда-нибудь стучали по стене, чтобы определить, пустая она или залита бетоном? Вот и здесь то же самое. Ведь такие стуки – их амплитуду. Скорость и силу «Инсайт» и замеряет. Как следствие, позволяя ученым судить и о внутреннем строении слоев Марса. Мы ведь прекрасно в курсе, что звук – это волна, и через разные материалы он проходит по-разному. Отсюда и началась история о находке жидкого подземного океана на Марсе. Ваш Анрайт и Матиас Морсфилд из Университета Калифорнии взяли да прогнали данные «Инсайт» через абсолютно ту же самую модель, что используется на Земле. Только здесь мы используем ее, чтобы найти залежи подземных вод или, к примеру, нефти. Это один из ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание. Потому что речь не о выдуманном учеными алгоритме на основании догадок. Речь о математической модели, которая рутинно используется на Земле любой нефтяной корпорацией. И тысячу раз уже доказала свою работоспособность, поэтому в данные верится охотно. А они указали на то, что почти все сейсмические волны прошли через камни, насыщенные жидкой водой, причем огромными ее количествами. Если прямо сейчас достать всю жидкую воду из недр Марса, ее хватит, чтобы покрыть планету океаном глубиной до двух километров. Загвоздка только в том, что достать ее не получится. Ведь эта же модель показала, что под «Инсайт» на глубине до 5 километров воды вообще нет. А основные залежи начинаются аж с 11-километровой глубины. Добуриться до такого почти нереально. Ведь в 1970-м СССР уже пытался пробуриться до Мантии на Земле. Было выбрано идеальное место на Кольском полуострове, где осадочных пород почти нет. И портал в ад открыть, возможно. Вернее, так считали, ведь добурив до отметки в 12262 метра, проект забросили. Причина – адовые температуры до 200 градусов, высокое давление и отсутствие вменяемых научных данных. Появилась лишь городская легенда о портале в ад, демонах и взрывах, которым нет объяснения. И вот примерно то же самое нужно провернуть в условиях Марса, чтобы добраться до воды. Есть, конечно, повод для оптимизма. На Марсе, к примеру, прохладнее и, по прикидкам ученых, на глубине в 12 километров, где есть вода, будет разве что ноль по Цельсию. Также на Красной планете слабее гравитация и с давлением ситуация полегче. Остается только вопрос многотонного оборудования, доставка которого на Марс, конечно, проблематична. Из чего большинство СМИ и делают грустный вывод, что воду мы нашли, но толку от этого нет. Это, друзья, огромная ошибка. И бог с ним с философским вопросом о наличии жизни. Она и на Земле-то на таких глубинах есть, а уж на более прохладном Марсе действительно есть все шансы. Но это вопрос без практического применения, которое у новой находки есть. Ведь она ставит точку в долгих дебатах ученых о том, что с водой на Марсе случилось. Когда-то ее в жидкой форме на поверхности было навалом, но все пропало. И глобально все теории делятся на две части. Первая говорит, что большая часть воды ушла в космос. Вторая, соответственно, отправляет воду под поверхность. Как нетрудно догадаться, сейчас в цене акций растут у второй теории. Той, что заявляет, что по мере ухудшения условий на Марсе, вода не летела вверх, а наоборот, всасывалась вниз. Это, опять же, косвенно подтверждается и данными по нашей планете. На Земле именно подземные воды находятся на втором месте по объему после Мирового океана. Под землей воды втрое больше, чем в ледниках, включая Антарктиду, и в 400 раз больше, чем в озерах и водохранилищах. То есть под поверхностью вода струится даже у нас. И находка здоровенного подповерхностного жидкого океана на Марсе полностью эту теорию подтверждает, открывая очень занимательную возможность. Да, Инсайт сказал, что на глубине до 5 километров на Марсе грунтовых вод нет. Но нюанс в том, что стоит Инсайт почти на экваторе. Простая физика намекает, что там воду наверняка всасывала активней. Вот и ушла она глубже. А есть на Марсе и полярные шапки, частично состоящие из воды, и подземные пещеры, над которыми когда-то были озера. Причем эти пещеры отличаются стабильным климатом, и особо ни радиации, ни перепадам температур не подвержены. И если в какую-то всосало водички, там за ней нужно буриться не на километры, а просто на метры. Подтверждение жидкой воды под поверхностью Марса на экваторе здорово поможет будущим колонистам. Ведь теперь для поиска места их высадки можно активно искать полости под бывшими озерами. Ну или отправиться ближе к полюсам, где твердого льда навалом. А под поверхностью также может быть вода, но на гораздо меньшей глубине, чем говорит Инсайт. Так что если человек и полетит, то скорее всего ближе к полярным регионам, где водяного льда для растопки и употребления навалом. А с другой стороны можно копать в надежде найти жидкие грунтовые воды, а вместе с ними и возможную жизнь. Особенно забавно находка выглядит в контексте того, что буквально за пару дней до нее другая группа ученых предложила более легкий способ терроформирования Марса. Сейчас предложений масса, но глобально все они сводятся к одному. Планету нужно хорошенько нагреть, и проще всего это сделать парниковым эффектом. К сожалению, все планы упираются в гигатонны газов, которые нужно доставить, триллионы долларов оборудования и столетия ожиданий. Вернее, упирались, потому что сейчас есть план, предлагающий поднять температуру Марса на 10 градусов буквально за пару месяцев. И никаких экзотических материалов не нужно. Достаточно пыли, которой на Марсе в избытке. Ее нужно просто поднять в воздух, чтобы устроить эффект бани. Правда, с небольшими модификациями. Размеры частичек марсианской пыли сейчас, наоборот, приводят к похолоданиям. Однако в них есть железо и алюминий. Новое исследование показывает, что простейшая модификация пыли может исправить ситуацию. И подняв модифицированную пыль в воздух, Марс можно нагревать. Если конкретно с точки зрения ресурсов, энергии и времени, этот способ в 5000 раз эффективнее любого из имеющихся. Модификацию пыли нужно делать на заводах, но их суммарная выработка должна составлять всего одну трехтысячную годового производства железа на Земле. Не такая уж и заоблачная цифра. Да и 3D-принтеры позволяют производить большинство деталей для таких заводов прямо на Марсе. То есть с Земли на Красную планету ввести нужно не так уж и много. Разве что атомные реакторы, которые сейчас достаточно компактные, да и в условиях марсианских холодов им работать одно удовольствие. В общем, если выпускать такую модифицированную нано-пыль в атмосферу по 30 литров в секунду по трубе метров 20 высотой, то за 10 лет температура Марса поднимется на 30 градусов. Все еще недостаточно для полноценной жизни, однако летом грунтовые воды могут легко растапливаться и формировать жидкие водоемы, пригодные для жизни. На 10 градусов температура вообще поднимается за пару месяцев работы такой установки. И пусть это все еще дорого и сложно, как напоминают ученые, это все же в 5000 раз менее дорого и сложно, чем любой из других имеющихся способов. Планка для повторного зарождения жизни на Марсе оказалась не такой уж и большой. Ведь мох, о котором мы говорили в прошлом выпуске, жить на Красной планете может и сейчас. А что с ним будет, если планета начнет нагреваться, представить несложно. Марс переживет новый кислородный бум, когда растения насытят атмосферу. Ее плотность сейчас, конечно, крошечная, и это вопрос на более серьезный срок. Но не стоит забывать, что куча углекислого газа скрыта в ледниках на полярных шапках. И если этот газ будет растоплен и переработан в кислород, со временем на Марсе вполне можно будет жить. Буквально 10 лет назад задача жизни на Марсе была почти невыполнимой. Сейчас буквально за несколько месяцев одно за одним жахнули открытия, которые делают ее возможной даже с современным уровнем технологий землян. Вопрос только в желании, политической воле и финансах. С этим у нас, как полагается, все отвратительно. Но есть Илон Маск, который за 10 лет уже создал из ничего крупнейшую орбитальную группировку спутников и самую надежную ракету современности. Старшип Маск называет кораблем для Марса. И, само собой, главная мечта миллиардера до своей смерти побывать на Красной планете. А еще лучше основать там хотя бы небольшую, но колонию. Очень хочется верить, что Маск идеей не перегорит. Ведь он по факту единственный, кто может на наших с вами жизнях отправить человека на Марс и воплотить пару-тройку перспективных теоретических расчетов ученых. Сейчас датой запуска человека к Красной планете SpaceX называет 2029 год. Дата, само собой, оптимистичная, но не безнадежная. Старшип уже успешно прокатили по орбите, виртуально дозаправили и приземлили. Осталось только придумать что-то с радиацией, предварительно протестировать на Луне, и все готово. В условиях, когда тем же самым занимается Китай, есть мнение, что космическая гонка в ближайшем будущем войдет в активную фазу. И нас ждет много интересных новостей о космосе. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok